В череде памятных мероприятий, посвященных 500-летию Макария Калязинского, Макарьевские и Калязинские чтения занимают важное место. Эта научная конференция проводится с 2012 года. И за все время своего проведения она приобрела статус всероссийской, став одним из важнейших событий в сохранении памяти о святом. Подробности в нашем следующем материале. Программа пятых чтений оказалась насыщенной. В течение двух дней свои доклады представили ученые, доктора и кандидаты наук. Историки, археологи, педагоги, сотрудники музеев, духовенства и краеведы. Тема моего здесь доклада, сообщения. Наверное, скорее всего, задача такова, будет достаточно узкая, чтобы ввести научный оборот Макарьевских чтений. Я здесь представлю всего лишь одну грамюру. Грамюра иконы Макаря Калязинского, которая хранится в Ростовском музее-заповеднике. После докладов участники на лодках переправились на Монастырский остров, где гостей встретил настоятель архиерейского подворья Амвросий Желябовский. Он рассказал о том, что сейчас на острове возрождены церковные службы. Накануне митрополит Тверской и Кашинский Амвросий доставил в башню-часовню ковчег с частицей святых мощей преподобного Макария. Самая главная задача – не остановить службу. Любыми судьбами, как бы ни было тяжело, не остановить службу. А все остальное – это уже суета. На второй день участники чтения отправились в Кашин, где в Николаевском клубу-ком монастыре совершили молебен с настоятельницей, игуменей Варварой и сестрами. Пленарная часть прошла в городском Доме культуры. Прозвучали доклады, связанные с историей Кашина, Святой Анной Кашинской, рода кожаных. Кроме того, участники чтения решили устроить свой небольшой крестный ход до памятного погоста, чтобы навестить живущую в тех местах вот уже 20 лет матушку Фомаиду и поклониться родине святого, завершив тем самым и памятное чтение. Так участники нынешних макарьевских чтений соединили и родину Макария, и обитель, где он был пострижен в монахе, и место, где он основал Троицкий монастырь. А все прозвучавшие исследования в ходе этих двух дней планируется издать в виде сборника.